Всем привет, ребята! Всем огромный привет! Это канал ASMR Первый и я его ведущий виктор. Для тех, кто впервые на канале ASMR Первый, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк, напишите комментарий и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить следующий видеоролик. Вот, а сегодня вторая часть моей биографии. В комментариях спрашивали, интересовались? Получайте. Вот, а я там упустил один момент в возрасте с 5 до 7 лет. Это до школы еще. Я жил в Дуркменистане у бабушки, то есть у мамы, моей мамы. А у моей бабушки, соответственно, я, конечно, мало чего помню из того времени, поэтому можете даже не спрашивать. Вот я только помню, что бабушка не хотела меня отдавать в Россию. Говорила, что я расслаблюсь, учиться не буду там и так далее. Потому что за мной там контроля не будет. Так как мама постоянно по командировкам ездила. Вот, а соответственно, когда уже в Оренбурге учился в 7 классе, в продолжение, седьмой, восьмой, научился, так обычно скажем, ничем не отличался, но учился в сильном классе. Вот, а то есть это был самый сильный класс. Туда было очень трудно попасть. Ну, меня как бы вообще без проблем взяли после интерната, потому что я учился довольно-таки хорошо. Ну, и примерно, наверное, где-то, так не соврать, а мы так развлекались с ребятами, уходили далеко, значит, здесь неподалеку. Ну, именно здесь неподалеку, если я от школы, то, в принципе, далековато уходили. Играли в разные там игры, интересные на тот момент, там, царь-кары, потом там петушины и бои, там еще что-то в таком стиле. Прятки там, не прятки, но всякое такое. Вот, а у меня постоянно всем классом прогуливали у меня дома. Вот, а, а, на тот момент у меня была приставка Sega и приставка Dainty. Вот в те годы это было нормально. Sega вообще модная была. У меня постоянно там играли, значит, всякие игры, там, гоночки под Rock'n'Roll, там World Rush, что-то такое сейчас уже. С трудом что-либо можно вспомнить с того времени. Учительница, то есть наша классная руководительница, она приходила ко мне домой, Даша. Представляете, да, приходит классная руководительница ко мне домой, а у меня дома на балконе сидят все мои одноклассники, одноклассницы. Они просто на балкон спрятались. Ну, вот я попросил, чтобы они не шумели. Открыл дверь, классная руководительница такая, и я зайду к тебе домой. Я такой, ну, пройдите. А она такая сошла, короче, на порог. И там получается, прям, напротив окно, вот, которое она балкон выходит, ну и дверь, естественно. Она, значит, через эту дверь в окно смотрит. А там кто-то из ребят, не помню, Синяков, помню, то там пару ребят у нас было таких, которые постоянно смеялись. Хохотунами мы их называли. Кто-то из них, короче, громко заржал. Вот, она мне спросила, ты у тебя дома. Я говорю, мне кого у мамы в командировке, говорю. Вот, она говорит, я слышала чей-то смех. Я говорю, это у соседей, наверное, там это шумиша. У нее постоянно, говорю, какие-то гулянки, там шарики. Вот, она говорит, ты не против, я типа на балкон пройду. Я такой говорю, нет, говорю, у меня ремонт там сейчас, вот там грязно очень сильно, и вот это, тем более, говорю, вы хотите пройти через комнату, а там, говорю, ну, натовчите. Она не разумеется. Она говорит, я сейчас разумеется. Я говорю, не-не, не надо, говорю. Мне еще надо там, это, в магазин сбегать, там, ну, я сейчас уже, короче, ухожу. То есть, короче, я ее поторопил. Вот она мне спрашивает, почему-то в школу не пришла. Ну, на что я говорю? Я маму в командировку уехала, говорю, а ключ только один, вот второго ключа нет. Поэтому я сейчас не хожу на занятия, сижу дома, потому что гуляну. Соответственно, дверь закрыть не смогу. Вот, ну, такая, так себе, гляну, масочка, проканала как-то. Вот, а потом больничный брал. И потом, значит, больничный брал. Скажем так, часто не хотел на занятия. Прогуливал, но учился довольно-таки хорошо. Проблем у меня с учебой никогда не было. Ну, помню, единственное, когда экзамены были на носу, учительница по химии такая говорит, типа, если ты, типа, ну, если толковку, ты выберешь мой экзамен, это она классная руководительница говорила, то я вообще откажусь от экзаменов, типа, ну, я же не хотел, у меня там, короче, я, ну, а, было. Ну, и, короче, я услышал все это и говорю, я химию выбираю. То есть, химия, я говорю, это прям самый первый предмет, мой любимый, который я хочу сдавать. На самом деле, нет, никогда химия не была моим любимым предметом. Но не суть важна, короче. Вот, ну, я там, сейчас на классную руководительница огласил, что буду химию сдавать. Знаете, вообще без проблем все сдал. У меня с этим проблем-то не было. Что физику, что химию, что русский, вообще прям влет все сдал. Вот, я помню, как классная говорила, что, типа, я не останусь в 10-м классе, так как, ну, ей не нужны прогульщики, которые буду постоянно прогуливать, из которых все время я отчитывать буду. Ну, если у меня, короче, у меня будут огромные проблемы. Ну, я говорю, я с радостью вас оставлю, диплом соберу, значит, и все, аттестат, то есть и все, и забудьте, как меня звали, раз и навсегда. Собираю документы, поступаю в училище, на строителя. Прям неподалеку от дома здесь у нас. Вот, а, где-то через, помню, через месяц пришла классная руководительница прям ко мне домой. Постучалась, я дверь открываю. Она такая стоит, говорит, Фитя, здравствуй. Я говорю, здравствуйте. Фитенька, пошли к нам в школу, говорит, в 10-й класс. Я такой говорю, я не могу. Почему? Я говорю, я уже в училище поступил на строителя. Пошли в 10-й год, 10-11-е, отучишься у нас, и потом пойдешь на строителя, там же не принципиально. Я говорю, я уже не могу, говорю, я уже к коллективу привык, к учителям привык, то есть, ну, месяц уже довольно-таки нормально. Так, время для того, чтобы освободиться. Вот. В общем, короче, не получилось у нее меня уговорить. Я отучился спокойно в училище, правда, на третьем курсе училища я просил отдать мне документы. Говорит, что я в армию хочу идти, я у меня постоял, я хочу прям срочно в армию отслушать, а потом вернусь с армии и доучусь. А что, мастер моя сказала, типа, нет, в ступе, в армии сейчас такой бардак, у меня какой-то брат слушал в армии, пришел, говорит, свой фон, геннапл, там дал ее и прокликнулся на свете, типа, армия это дерьмо. Так скажем, пустая трата времени, вот, и ни к чему она к хорошему не приводит. Ну, да ладно, документы мне не отдали, я спокойно доучился. Всем огромное спасибо, ребятам, за просмотр. Думаю, на этом достаточно. Вот, а всем, кто впервые на канале АСМР-1, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк, нажмите в колокольчик и напишите комментарий. и добро пожалуете, предприниматели, мурашки АСМР. С вами был канал АСМР-1 и я его ведущий, Эрдер. Как повелось, уже я с вами не прощаюсь, я говорю до новых встреч, увидимся на канале АСМР-1, всем люблю, я целую. Субтитры сделал DimaTorzok